Привет, с вами Sawyer, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше, и сегодня речь пойдет про сбор OBS из исходников. OBS это стриминговый софт, и какой сетап у меня будет сегодня? Ну, во-первых, будет виртуальная машина на базе VirtualBox, с ней будет идти Linux, десктопный менеджер i3, такой минималистичный интересный десктопный менеджер, который, я думаю, вам будет интересно посмотреть, если его вы не видели раньше. Соответственно, с полного нуля до собранной, работающей OBS я пройду. Окей, давайте приступать. Сначала делаем виртуальную машину. Давайте сделаем ее Arch Linux, ну и фут поставим вот сюда. Отлично. Гигабайт памяти для виртуальной машины, для сборки софта, это очень мало. С гигабайтом вы будете постоянно ловить всякие завершения, неожиданное завершение процесса сборки, поэтому 8 гигабайт это, пожалуй, минимум, который я бы рекомендовал использовать. Дальше. Новый виртуальный жесткий диск, да, нам подойдет. Да, по умолчанию оставляем. Пускай он будет динамический. И 8 гигабайт тоже будет маловато для установки. Наверное, 12 самое то. Хотя 8 бы мы уложились, но это было бы прямо тютерка в тютерку, поэтому давайте добавим еще 4 гигабайта. Окей, вот у нас виртуальная машина создана, теперь давайте подключим готовый образ. Вообще, скачать Linux из сети ничего сложного не представляет. Вот, у меня есть несколько вариантов Linux, ну вот давайте возьмем i3 минимальный вариант, да, образ, который я скачал из интернета, и с ним запустим нашу виртуалку. Окей, мы сделали с вами виртуальную машину с установленной на ней манджаро, и теперь можем приступить непосредственно к сборке OBS. Обязательно напоминаю, что момент, когда нужно обновить все пакеты, он обязательный, и сейчас поговорим почему. Значит, смотрите, давайте сейчас найдем исходники OBS, а это сделать несложно. Они наверняка есть на гитхабе, и вообще в большинстве случаев на гитхабе есть все, да, то есть OBS Studio в данном случае на гитхабе точно есть. Дальше мы идем в раздел, где есть инструкции по сборке. Это всегда удобно, и смотрим, какие варианты сборки из исходников у нас есть. Смотрите, здесь нет варианта сборки под манджаро, то есть готовой инструкции у нас нет. Но по сути сборка всех программ, она везде, практически везде, во всех операционках одинаково, и отличается только одним нюансом. Установкой зависимости. То есть на самом деле самое сложное, это понять, какие зависимости нужны, есть ли они у вас, нужны ли они версии. И по сути в сборке именно это основная головная боль, то есть понять, что все, что нужно для сборки у вас есть. Давайте будем собирать в режиме PartTable. Да, это значит, что наша сборка будет самостоятельной, то есть она не будет разбросана по директориям нашей системы, она будет храниться в одной директории, да, то есть результат нашей сборки. И, соответственно, мы удалив сборку, удаляем все OBS. Это очень удобно, потому что управление пакетами, это достаточно сложная задача, пакетные менеджеры справляются достаточно хорошо с ней. И именно это основная причина, почему люди не хотят собирать программное обеспечение самостоятельно. Потому что пакетные менеджеры знают, где что лежит, при удалении, добавлении, при проверке зависимости они гораздо лучше, чем люди. Но нам для опыта было бы интересно понимать, что у нас есть в системе, чего у нас нет. И вот поэтому сборка из исходников в том числе помогает нам лучше разобраться с операционной системой, лучше исполнять свою работу в конечном итоге и быть более хорошими инженерами. Окей, значит, есть два варианта сборки с поддержкой браузера, без поддержки браузера. Более простой без поддержки браузера, поэтому мы его и возьмем. Как видите, здесь нет информации по зависимостям. Но есть информация по зависимостям в других операционках. И здесь уже из моего опыта я вижу, что, в общем-то, пользовательские библиотеки, которые нужны, это стандартные X-овые библиотеки, то есть связанные на графику. Это работа с камерой, это компилятор, шрифты. И я понимаю, что, опять же, благодаря тому, что я достаточно часто собираю программы, что практически все, скорее всего, уже есть в системе с нуля при установке. Поэтому, вот когда я вижу такую портянку зависимости, которая, в общем-то, состоит из стандартных вещей, которые есть практически в любой операционке, я ее не проверяю. Я предлагаю сразу попробовать начать собирать и смотреть, что нам будет выдавать каждый шаг сборки в плане ошибок и их устранять просто по факту. Ну, давайте для этого, соответственно, нам нужно сначала получить исходники. Так, собираем, точнее, не собираем, а скачиваем исходники OBS. Отлично. Теперь заходим в OBS и делаем, как и сказано в инструкции, в директорию build. Заходим в build и пробуем сделать, что там нам рекомендуется сделать. Вот такую командочку, да, она достаточно длинная, не буду ее набирать. И вот первое, что у нас возникает, это проблема с тем, что у нас не установлен CMake. Не проблема, давайте его установим. В Manjaro используется пакетный менеджер Pacman. Сейчас мы с помощью него и установим CMake. Нужен пароль. Да, да, все мы это устанавливаем. Отлично. Пробуем еще раз запустить нашу конфигурацию. И нам выпадает ошибка о том, что у нас нет переменных окружения, которые отвечают за те, какие компиляторы у нас есть в системе. Так как у нас система чистая, мы до этого ничего здесь не собирали. У нас, соответственно, ничего связанное со сборкой и разработкой не установлено. Благо, что в Linux это все точно так же решается в одну команду. Мы берем Pacman. И в каждом дистрибутиве есть пакеты или группы пакетов, которые используются при сборке. Они объединены вместе и обычно называются что-то типа BaseDevil, EssentialBuild или что-то такое. То есть это уже собраны за нас все пакеты, которые, как правило, для сборки покрывают все нужды. В Manjaro это называется базовый пакет, BaseDevil, это группа пакетов. И нам, естественно, сразу предполагается выбрать, что конкретно мы хотим установить. Но мы люди ленивые, мы говорим, давайте установим все. Уж точно для того, чтобы покрыть все случаи, которые у нас могут возникнуть. То есть второй шаг это установить CMake. Это установить все пакеты для сборки, которые установят и компиляторы, и утилиты сборки и так далее. Это делается достаточно быстро, как видите. Окей. Делаем еще раз CMake. И опять получаем ошибку. Но в данном случае мы уже видим, что ошибка относится к отсутствующим зависимостям. И прелесть конфигурирования из исходника в том, что она сконфигурируется на то, что у вас есть. И если есть опциональные зависимости, она их откинет. То есть большинство программного обеспечения написано так, что если есть что-то опциональное, в процессе конфигурирования это определяется и откидывается. То, чего у нас нет, у нас не будет в нашей сборке. И тем самым мы делаем более оптимальную сборку. Мы не собираем все, что нам не нужно. Но в данном случае это обязательная зависимость. И нам, естественно, нужно установить FFmpeg для того, чтобы кодировать видео. Это вообще основная библиотека для обработки видео, поэтому она в системе в любом случае не помешает. Даже для просмотра видео она часто нужна. Окей. Опять ставим Pacman. И опять минус S. И устанавливаем нашу зависимость. Бум. Все. Еще одна зависимость, которая нам нужна, установлена. И опять запускаем конфигурирование. На самом деле, обычно, когда у вас уже система, скажем так, настроена под сборку, вы практически всегда попадаете в ситуацию, что у вас не хватает одной, ну, двух зависимостей. Давайте сейчас посмотрим, все ли у нас есть. Нет. Опять не хватает. И видим теперь, что нам не хватает Pipewire. Это еще одна замечательная библиотека для мультимедийной работы. И опять же мы можем, если какую-то зависимость видим, что ее не хватает, залезть в интернет, посмотреть, что это такое, понять, что это такое и разобраться. Это еще, как бы, дополнительный бонус, потому что мы ставим все из исходников. Окей. В общем-то, остается нам поставить только Pipewire. Иногда возникают трудности с регистрами. Бывает, что название правильное, но неправильное. Регистры. Буквы указаны. Все. Все. Еще раз конфигурируем. Так. Пропустил уже несколько раз. Еще раз конфигурируем. Отлично. Конфигурирование прошло успешно. Мы видим, что какие-то библиотеки у нас найдены. Да, вот они помечены как Found. Какие-то помечены как CouldNotFind. Да, то есть, соответственно, эти сборки, эти цели в сборке будут просто исключены. Таким образом, мы, конечно, можем потерять то, что нам нужно, и тогда нам придется смотреть, какие зависимости нужны для того, чтобы все это собралось. Но в большинстве случаев это позволяет и не собирать то, что нам не нужно. Да, то есть, чтобы сделать более оптимальную сборку OBS. Ну, а теперь Make, ну, стандартная в четыре потока, чтобы было побыстрее, хотя виртуальная машинка у нас, по-моему, один процессор с одним ядром, но все-таки надеюсь, что так будет побыстрее. Да, вполне может быть, что особой разницы и не будет. То есть, сейчас мы приступили уже к следующей стадии. И мы начинаем собирать программное обеспечение. И, в общем, вот этот процесс, который зависит от, по длительности, зависит от размера программного обеспечения. OBS очень простой софт. Как вы видите, мы буквально, поставив систему с нуля, добавив две зависимости, уже прошли конфигурирование. И сейчас посмотрим, что у нас соберется. Скорее всего, после конфигурирования, если все прошло успешно, на самом деле где-то там 50 на 50, но все-таки, по моим ощущениям, конфигурирование позволяет практически качественно отследить, какие зависимости нужны, найти их и доустановить. Потом уже, когда вы собираете, бывает, что на стадии компиляции вылетает какая-то ошибка, но она, как правило, связана либо с режимами компиляции, но не с нехваткой зависимости. Все зависимости, которые нужны, они были проверены при конфигурировании. Поэтому, по идее, сейчас должно собраться. Единственное, что бывает ситуация, когда, например, вы собираете в виртуалке и вам не хватает оперативной памяти. Например, у вас там гигабайт, он сожрался, и вы видите, если вы посмотрите, на самом деле, здесь у нас есть информация о, не знаю, видно вам или нет, информация о том, сколько свободной памяти у нас есть. То есть, вот 6 гигабайт, из них гигабайт использовано. Если вот здесь будет уже красное какое-то значение, там 300 мегабайт, 100 мегабайт, это уже будет говорить о том, что память исчерпана. И в реальной жизни, если на вашей хост-машине тоже память исчерпана, будет выпадать ошибки, там, неожиданное завершение компилятора, да, или еще что-то такое. То есть, будет какое-то такое непонятное поведение, причем на разных процентах. Это, скорее всего, вам не хватает каких-то ресурсов. Это достаточно часто бывает на очень больших приложениях при высокой нагрузке по памяти. И, как бы, если вы делаете это в виртуальных машинах, тоже достаточно часто бывает. То есть, на хост-машинах, конечно, памяти обычно достаточно много, ну, по крайней мере, на моих хост-машинах, поэтому я редко сталкиваюсь с этой ситуацией. Ну, вот уже 84% мы прошли. Давайте немножко подождем или даже используем магию YouTube и пройдем на конец нашей сборки. Отлично. Все цели у нас собрались. В процессе сборки были какие-какие замечания у компилятора. Ну, вот, например, неиспользуемая переменная. Ну, замечания есть практически всегда. Даже в очень-очень вылизанных проектах есть замечания. Потому что меняется компилятор, меняются проверки компилятора. Все это всегда развивается. И то, что раньше, например, было нормальным, становится ненормальным, это, в общем, происходит постоянно, сплошь и рядом. Поэтому ворнинги, конечно, имеют значение только если вы разработчик. Да, если вы можете что-то поменять в коде. Если нет, то на них обращать к нему нет смысла, не имеет. Ошибки, естественно, нужны, нужно устранять, потому что без них ничего не соберется. Есть, на самом деле, заблуждение большое, что если код собрался, то он работает. Если мы продолжим эту серию, я вам покажу пример с библиотекой, с плагином для OBS, когда сборка проходит успешно, а плагин не работает, если это интересно. То есть, на самом деле, мы сейчас не знаем, прошла ли у нас, мы видим, что сборка прошла успешно, но получили мы работающий софт или нет, мы не знаем. По-хорошему, это, конечно, требует прогонки тестов, но мы сделаем по старинке. Мы просто возьмем и вручную запустим, посмотрим, что у нас получилось. Ага, мы не сделали make install. И вот эту операцию как раз многие не любят, потому что она, собственно говоря, раскидывает собранный пакет по операционной системе. Но, повторяюсь, это у нас портативная сборка, она кладет все в одну и ту же директорию. Видите, OBS Studio Portable. Окей, давайте перейдем теперь OBS Studio Portable. BIN 64-bit. И соберем нашу OBS. Значит, что приятно, у нас все здесь при сборке, при работе OBS, все, что касается ее работы, пишется в консоль, когда мы запускаем через консоль. Вот в правой части запустилась OBS, она запустилась, это уже радует. Так, давайте сделаем не для стриминга, а для записи оптимизацию. Он сейчас погоняет нам в разных режимах, подберет варианты. Ну и для закрепления просто попробуем сделать, собрать экран, то, что захват экрана сделать и посмотрим, работает ли это функция, нет ли, например, вот здесь ошибок. Часто бывает, что какие-то вещи вы используете, и вот здесь валятся ошибки, и это говорит о том, что сборка прошла, но, опять же, чего-то не хватает и нужно доустанавливать. Так, и здесь, кстати, вы, наверное, спросите, если так много нюансов, понятия, все ли собрано, все ли собрано корректно, то не проще ли использовать готовый софт? Для, с клиентской точки зрения, с точки зрения пользователя, конечно, да, проще использовать, нет, наверное, Screen Capture. Конечно, проще использовать, вот, вот все, все захватилось, мы даже видим там курсорчик, можем сделать попытку записывать, но смысла не имеет. С позиции пользователя, конечно, использование пакетных менеджеров, это очень удобно, не зря они появились, вот эти многотысячные зависимости, файлы, библиотеки, версии, это действительно очень сложно управлять всем этим. С позиции обучения, с позиции развития своих скиллов как инженера, с позиции построения оптимального программного обеспечения, конечно, сборка из исходников выигрывает. Я начал собирать на Linux из исходников, потому что сборки из библиотечных, из репозиториев были очень нестабильны, они у меня очень часто падали, было много чего лишнего, я в итоге вычистил все лишнее, чего у меня нет в системе, а оно по какой-то причине пытается это запускать, вот, и у меня получилась более стабильная сборка, чем из репозитория. Это один из бонусов, но да, для этого нужно достаточно много времени потратить на то, чтобы разобраться с программным обеспечением, понять, какие функции в нем нужны, и, конечно, в первый раз лучше взять готовую сборку, посмотреть, что есть, как что должно работать, а уже потом можно собирать. Но у сборки есть еще одно офигенное преимущество, как только вы собрали что-то из исходников, теперь вы можете выносить изменения, разбираться и смотреть, как что работает, и, опять же, для обучения это очень-очень дорогого стоит. Возможно, если будет интересно, мы попытаемся сделать какие-то модификации, поменять какие-то вещи в OBS, посмотреть, насколько это сложно, пишите в комментариях, интересно ли было бы видео на эту тему. Если интересно, мы можем продолжить сборку плагинов для OBS, есть замечательные плагины, которые очень я привык использовать, которые тоже я собираю из исходников. И вообще, вот эту серию по сборке из исходников, она сейчас получилась очень-очень базовая, но все-таки, если она вам интересна, пишите, я ее буду продолжать. Ну, а на этом все. Спасибо, что слушали. С вами был Сойер. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok